Омский городской совет на своем октябрьском заседании рассмотрел более двух десятков вопросов, которые касались основных тем муниципального хозяйства. Недвижимость, бюджет, благоустройство улицы дворов, ремонт дорог и многое другое. Некоторые вопросы вызывали несогласие фракции КПРФ. Подробнее расскажет Юлия Богданова. В самом начале заседания администрация города предложила депутатам утвердить очередные изменения в списке объектов городской недвижимости, которые подлежат приватизации. Другими словами, продажи. Коммунист Иван Ивченко, изучив специфику объектов, был немало удивлен тому, от какой недвижимости так легко собирается избавиться мэрия. Ненужные квадратные метры расположены на центральных улицах города. Пушкина, Красных Зорь, Богдана Хмельницкого. Написано, что помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, они коммерчески непривлекательны. Давайте теперь по списку можно пройтись по порядку. Вот Богдана Хмельницкого, 214. Это очень проходная точка, остановка ПО Баранова. В этом помещении много различных фирм. Я залез специально на сайт, МЛСН такой называется. Там в аренду, правда на первом этаже, квадратные метры сдаются за полторы тысячи рублей. Один квадратный метр. Сделан капитальный ремонт. Следующий у нас Красных Зорь, дом 33. Это центр города. Все прекрасно знают это место. Это буквально в 50 метрах от центральной магистрали улица Жукова. Я так понимаю, там земельный участок более тысячи квадратных метров. находится под этим зданием, под памятником архитектуры регионального значения. Также вот Пушкино, дом 113. Вы пишите, что он в цоколе находится. Но там ведь не цоколь все-таки получается. Не подвальное помещение, а цокольное помещение. Такое там достаточно приличная площадь. Я так понимаю, что идет опять разбазаривание городского имущества. Оценочно это мы просто предварительно предполагаем, что это может быть такая цена. Реально, какую оценку проведет ненависимый эксперт, я сказать не могу. Но если примерно предполагать по рыночным условиям, что я так думаю, что за эти помещения в объеме почти 700 квадратных метров можно было бы получить порядка 10 миллионов рублей. Официальная версия – помещение в предаварийном состоянии. Их никто не хочет брать в аренду. Коммунисты уверены, их можно привести в надлежащий вид и сдавать, чтобы пополнять казну. Однако депутатское большинство решило, что короткий рубль лучше. Администрация, может быть, либо специально это делает, доводит до такого состояния муниципальные предприятия, имущественный этот комплекс и прочее, чтобы потом в руки отдать за копейки. Может быть, вопрос в этом? Среди злободневных вопросов было внесение изменений в бюджет города. Фракция КПРФ проголосовала за финансовую прибавку работникам образования, своевременную организацию ремонтно-восстановительных работ на городских магистралях, поддержала инициативу депутатов Горсовета в законодательное собрание относительно изменений в закон Омской области о комиссиях по делам несовершеннолетних. Мы проголосовали за увеличение финансирования на работу с несовершеннолетними детьми. Этот вопрос стоит во главе угла нашей программы КПРФ «Образование для всех». Чтобы дети имели бесплатное образование для всех, для этого нужны средства. И в данном законопроекте предусматривалось увеличение финансирования на работу с несовершеннолетними, увеличение числа специалистов, работающих с несовершеннолетними детьми. Поэтому мы обеими руками за. При обсуждении вопросов размещения рекламы в городе Леонид Михайленко предложил оформлять ее лавочки в местах прогулок. Вместо привычных баннеров предложить предпринимателям изготавливать собственные конструкции, которые приносили бы двойную пользу. Это дополнительные поступления в бюджет, это эстетика и это социальная функция, потому что кто-то устал, сел, посидел. У нас не так много в городе лавочек на сегодняшний день, устанавливать их некому. Все это требует денег. А тут установят все это, сделают бесплатно, еще и заплатят за эту установку в городской бюджет. Тем не менее, меня не поддержали «Единая Россия», но чисто по политическим соображениям. Если бы это внес мэр, естественно, все бы прошло. Или хотя бы та же фракция «Единая Россия». Ну, так уж у нас ведется. Раз внесли коммунисты, то голосовать против. Впрочем, по наблюдениям коммунистов, их предложения часто возвращаются в повестки заседаний Горсовета. Правда, идеи уже пытаются выдать за свои представители совсем других фракций.